Окош, открой. Открой полностью. В России, как по-моему, вот едешь, там где подсолнечник, гречка, подсолнечник, каша и масло. Человек вся эта придумывается. Смотри, бесконечно, это же я недолго. Вы скажите это, масло здесь есть, кто-то, чтобы, ну, натуральное давил где-то, атом. Нет, наверное, на заводе он сдает семечки. Там на заводе кто-то, там они уже так его разбавлять могут. По новым технологиям, там же может куча примесей всякой быть. Не знаю, масло какие примеси могут. А кто их знает? Они в жмыхе, допустим, как-то отбывают, я слышал. А может быть неправильно. Не знаю. Потому что отмыть масло среди семечек, шелухи, ничем нельзя. Чем руки моем, там бензин и прочее. А потом обратно, там на разных уровнях температура, там рафинирование есть. А которое не рафинировано, у него осадок очень большой. Я так сам и осадок. Раньше делали сами конопряное, льняное, маковое. Сейчас ничего не разучились и не умеют. Вот отражение он начал почти ничего. А сейчас у него 7600 гектаров. Тысяч. Это же колхоз. Могите. И вот говорит Игорь, говорит, она спрашивает, а как сглывает? Все, что немного надо. А он говорит, у меня он показал два самосвала, говорит, или все. А как там? А очень просто. Вот эти, которые этим занимаются, я, говорит, им помог. И поэтому они у меня должники все. Когда нужно, я даю им сигнал, они едут, зарабатывают у меня и все. А те, кто тут, они с нами держат свои целые парки. Я им помог сказать правду. Надо считать то самое, чем занимался Антараштадский. Именно это. И нищему только подать, накормить день-два, а дальше научить его работать и для них построить то, что им под силу. Ну, артель инвалидов. Я знаю, там, волчатникам. Волчатник Акуван Бал Андреевича. Серкин молился, самый молитый никуда. Там я вот печку даже делал. Ну, работал, там где-то вещи делали они. Слепые. Рух умудряет все, все слепые. Это старое поле было, прошу под подсолнечник. Оставался он. Смотри, смотри. Продержащий полицейский пятый делает. Это крады виноваты. Поехали так. Нужно туда закапать ямку. Их в банк на стеклянку. В банке там может что-то положить маленько или еще-то или как. Но он вылезти не может. Потому что он маленький. Капкану не попадает. А он в банку залазит, да? И как? Банка вместо... Вверх вместо днища. А потом все закрывает. А он где роет, но он все время там по их каналам ходит. До этих каналов щельяк доходит и нападает. А он ходит готовые колпасу подбирает. Слепой, да? Он полуслепой. Ему зачем плыть надо? Чуды. Говорят, на них надо особые капканы. Когда потеряют промышленный здоровь, невозможно косить еще огромные пучки. Они большие, как хомяки. Только более плоские. Горда такая рылом, как голодор. Ну, я договорился, на чем празднище, на козьбе поймаю пол-литра сливок. Я их поймал 50 штук. Вырываешь. Капканы обыкновенные на сусликах ставишь сверху. В воздухе замуровываешь, чтобы воздух не попадал. И все. Нарылы же везде, полицейские. Идет за нами, видать? Да. Копоти такой, да он. На, видно, видно. Он отстал, чтобы не дышать. Чтоб не дышать? А вот эта пшеница вообще, они заново, на разложение. Дальше.